Всероссийские проверочные работы, сокращенно ВПР, нужны для оценки знаний учеников и качества преподавания в школе. Словом, готовиться к ВПР стоит максимально серьёзно, ведь они охватывают основной объём школьной программы, которая пригодится при сдаче ЕГЭ. К тому же такие промежуточные проверки закладывают хорошую базу на будущее. Это не какой-либо экзамен. Это обычная контрольная работа, которую мы в своё время когда-то проходили, писали, четвертные, годовые и так далее. Здесь также на уровне пишет абсолютно вся Российская Федерация эти всероссийские работы. И, наверное, они помогают выявить какие-то пробелы или сильные стороны школы по тем или иным тематикам, по предметам. Именно на что нужно сделать упор при подготовке или же наоборот доработать эти или иные темы. Потому что, когда по итогу мы видим протокол, то мы видим непосредственно обработанные, когда нам приходят с Федерации, то там уже видно в протоколе, какие темы упущены, где нужно сделать упор. Совещание по организации ВПР, что провели в Черкесске, дало возможность обсудить способы объективного проведения проверок, а также проанализировать результаты ВПР прошлого года. На сегодняшний день мы решили провести такое массовое мероприятие для руководителей образовательных организаций, для ответственных специалистов, школьных координаторов непосредственно, чтобы поделиться опытом где-то, как выйти из той или иной кризисной ситуации, что можно предпринять, сделать для того, чтобы работы были более объективными, чтобы настроить родителей на нужный лад, чтобы родители не боялись детей, в свою очередь, настраивали на эти работы. Также на совещании были ДНР-изъяснения по вопросу проведения ВПР с контролем объективности результатов. И, что немаловажно, предложены пути выхода из возможных кризисных ситуаций. На семинаре мы обмениваемся опытом работы своих школ по данному направлению. Мною был представлен опыт работы нашей школы по выходу из списка школ с необъективными результатами. Конечно, все школы у нас разные, разные контингенты детей. Есть большие школы, есть маленькие. Поэтому каждая школа имеет свою специфику в проведении данных работ. Некоторые школы наработали определенные результаты, которые дают возможность достигать более высоких результатов при проведении ВПР. Самое главное, чтобы ученик не боялся проверочных работ, а тщательно изучал текущие темы и при необходимости обращался к учителю. Ведь сама подготовка к ВПР – ничто иное, как повторение и закрепление пройденного материала. Элина Остежева, Мурат Кемрюгов, Архейс 24